Развивайте своё дело вместе с любимым каналом. Китай участвует в афганском урегулировании и ведёт переговоры с запрещённым в России радикальным движением «Талибан». Так, 28 июля в городе Тяньцзинь в Китае прошла встреча делегации движения «Талибан» и главы МИД Китая Ван И. В ходе встречи глава китайской дипломатии подчеркнул, что Пекин всегда уважал суверенитет, независимость и территориальную целостность Афганистана и настаивал на невмешательстве во внутренние дела этой страны. «Афганистан принадлежит афганскому народу. Будущее и судьба Афганистана должен решать сам афганский народ». В «Талибан» в свою очередь сообщили, что в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с политикой, экономикой и безопасностью обеих стран, а также текущая ситуация в Афганистане и мирный процесс. Вопрос безопасности, вероятно, был главным на повестке дня. После того, как американцы стали покидать Афганистан, он перестал быть для них опасным, но стал представлять угрозу для соседей. «Для китайцев очень важно обеспечить какой-то уровень сотрудничества любых афганских властей с китайскими спецслужбами по этому вопросу. Они прекрасно понимают, что там ни у кого нет прочного контроля над территорией Афганистана. Но им нужно, чтобы их соответствующие органы могли хотя бы проводить там свои спецоперации». Афганистан граничит с Восточным Туркестаном, где проживает уйгурское население. Тонкий Ваханский коридор через трудонаступные горы соединяет основную часть Афганистана с Китаем. Сейчас Ваханский коридор занят талибами. Именно на территории Афганистана в 1990-х годах сформировалось движение «Исламское движение Восточный Туркестан», которое активно вело борьбу за независимость уйгуров и отделение их от территории Китая с целью создания независимого мусульманского государства. Талибы фактически выступали спонсорами и покровителями движения. Боевики движения совершали террористические акты в различных регионах Китая, а также других странах, против представителей хайнской национальности, против объектов, принадлежащих китайскому правительству или предпринимателям. Однажды даже попытались атаковать торговый центр в Дубае, который торговал товарами китайского производства. По данным китайских властей, до 2001 года уйгурская сепаратистская организация успела совершить на территории Китая около 200 терактов. Китайские власти жестко отвечали на любое движение организации, вследствие чего в последние годы об активности и ДВТ почти ничего не слышно. Хотя именно угрозами со стороны исламского движения Восточного Туркестана, китайские власти продолжают оправдывать свои репрессии против мусульман, живущих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, поскольку уйгурский сепаратизм правительство в Пекине продолжает считать одной из основных внутренних угроз. На встрече с талибами китайцы пообещали поддержать их роль в процессе восстановления стабильности в Афганистане, в обмен на прекращение всех видов сотрудничества с организацией «Исламское движение Восточного Туркестана». В ответ афганские представители заявили, что талибан не позволит никаким группировкам использовать афганскую территорию для нападения на Китай. А что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях.